Я не преподаю английский язык, хотя после окончания университета я некоторое время это делала, но это в основном касалось английской фонетики. Так что я не буквально вам коллега, но я коллега вот в каком смысле. Меня интересует, я поскольку занимаюсь языком и мозгом, меня интересует, что происходит в голове у человека, который перешел на другую образовательную модель. То, с чем мы столкнулись в результате этого несчастья, обрушившегося на человечество, пандемии. И когда мы вынуждены были фактически все перейти на дистанционную систему преподавания, соответственно, студенты или школьники, тоже на другую систему восприятия того, что мы им преподаем. Причем, как все вы, конечно, помните, сначала была паника, потом паника прошла и даже появилось некое чувство такое, ну, ничего страшного, что ты сидишь дома, не обязательно тебе ездить, вполне можно и так это сделать, бережешь время, у всех есть компьютеры, почему бы и не преподавать таким образом. Но потом, вот интересно, было у вас, поскольку я вас не вижу, я на экране вижу только себя, к сожалению. Вот, но поскольку мы все в одной упряжке все это время живем, вопрос, как так, почему вдруг начало возникать такое чувство, что мы страшно устаем, работая в зуме, это на самом деле не такой тривиальный вопрос, как он выглядит на самом деле. Потому что вроде бы ты сидишь дома, ты, если ты не активно говоришь, а просто участник чего-то, то ты в конце концов можешь на время отключить камеру, сварить себе кофе. И вроде бы, да, на первый взгляд ситуация гораздо более комфортная. Но время шло, и мы обнаружили вещь, которую вообще-то мы почти не можем объяснить. Это я уже с позиции своей науки говорю. Ты почему-то страшно устаешь. Совершенно непонятно почему. Я уверена в том, что это предмет серьезного научного исследования. Потому что в такой ситуации человечество никогда не оказывалось. Моя предположительная версия пока что существует в такой форме. И мои друзья, экспериментальные психологи, склонны согласиться. У нас практически отсутствует фидбэк. У нас нет общения, настоящего общения с теми, кому мы преподаем. Или с кем мы ведем научный дискурс какой-то, научный семинар. От того, что вот сейчас я тут поковырялась в своем планшете и нашла, сейчас я четверых вижу на экране. Ну и что? Это ведь фиктивное общение. Это не серьезно. Я не знаю, где вы. Я не знаю, как вы смотрите друг на друга. Какие у вас духи. В каком настроении, какой походкой вы вошли. Рядом с кем вы сели. Если вы думаете, что я шучу или играю, то я не шучу и не играю. Оказалось внезапно, что те вещи, которые не являются, как нам казалось, не являются важными, оказываются очень важными. Это вот так сказать, я бы метафорически сказала, периферическое зрение. То есть я смотрю на предыдущего выступающего в данный момент. И мне кажется, что этого достаточно. Но я же не знаю, что вокруг него там находится. Может, там динозавры сидят, или там дети с ума сходят, или там человек с топором сидит. Я же этого не знаю. В каких отношениях вы все друг с другом? Насколько дружелюбная или, наоборот, вражневная и конкурентная ситуация? Оказалось, что это играет гигантскую роль. И именно недостаток этого фидбэка, недостаток информации о том, кому ты это все говоришь, оно вызывает эту страшную усталость. А вовсе не то, что ты три часа в зуме просидел. Ну, до этой катастрофы пандемической. Ну, слушайте, мы все очень много работаем. Бывает, что ты утром уходишь и ночью приходишь, и ты не в таком кошмарном состоянии, как после трех часов в зуме, сидя у себя же на диване, да, и попивая кофе, и там кота можно чесать за ухом. То есть на первый взгляд вроде бы ничего. Я не собираюсь продолжать на эту тему. Это я объяснила, почему я все-таки согласилась несколько слов вам сказать. Потому что эта история оказывается совершенно новой для человечества. Она совсем другая. Дело не в том, что мы стали работать в другом формате, что мы никуда не ездим, а смотрим в это окошко. А дело в другом, что то, как мы начали, а именно говорящая голова, вот что мы сейчас видим. Вы видите меня? И я говорю так, как бы я говорила, если бы я была с вами в одном помещении и там с трибуны или без трибуны разговаривала. Но для занятия это не годится абсолютно. Что до нас дошло не сразу. То есть дети, которые... Дети мы детьми называем в том числе и аспирантов. Все они наши дети. Вот дети эти, наши ученики, им не нужен учитель, который является говорящей головой. Он не нужен давно никому. Потому что у каждого из нас в кармане или в ухе или еще где-нибудь находится гаджет, в котором поселилась Алиса или Окей, Гугл или вся эта компания. Понимаете? Поэтому если я захочу узнать, что такое синхрофазотрон, я узнаю это без вас. Более того, это узнает ребенок трех лет. И это факт. Поэтому учитель, который единственный носитель как бы сакральных знаний, его больше нет. Хорошо это или плохо, мы сейчас не обсуждаем. Лично я считаю, что плохо. Но это 30-е дело. На самом деле такой учитель не нужен. А какой нужен? Вот опросы детей, а также школьников и студентов, когда им это просто целое исследование было уже, когда им задают вопрос. Вот на ваш взгляд, идеальный преподаватель или идеальный учитель, это кто? Поразительно. Одинаковость ответов. Ну, там это, конечно, не 100%, но это очень большой процент. Отвечает вот что. Он не говорит, я хочу, чтобы учитель был, который все знает. Этого никто не говорит. Они говорят, а я хочу, чтобы учитель был, который войдет в мое положение, который меня понимает, который мне сочувствует. Я должен понимать, что ему тоже трудно, а не только мне. Что это не мы загнаны в клетку, в которой нас там заперли, и вот мы там сидим теперь, скулим, а все загнаны в эту клетку. И что трудно всем. Знаете, почему это важно? Потому что если трудно только ему, то это значит, что ему трудно в 100 раз больше, чем на самом деле. Потому что психологически получается, что это ему только такая беда-то досталась, не вообще всем. А вот с ним эта невриятность происходит. Поэтому учитель, который преподносит информацию, не нужен никому. Нужен учитель, который объясняет, компьютер не объясняет. Как бы хороша ни была программа, она не объясняет. Ему нужен учитель, который помогает понять. Вот это, кстати, у нас просто времени нет сейчас об этом говорить. Это, между прочим, сейчас это один из основных пунктов. Вот я, поскольку кручусь в том числе и среди искусственных интеллектчиков, и во всяких этих семинарах участие принимаю. Вопрос, как только ты задаешь, а ваша нейронная сеть с глубоким обучением или ваш суперкомпьютер, который как чумовой перемалывает там мегатонные информации, а он понимает то, что он делает или нет? Это не идиотский вопрос. Он выглядит как идиотский, а он не идиотский. Если у меня есть ученик-человек, который просто маниакально быстро работает, он перерабатывает, вот, знаете, мясорубка, что не кинь туда, он все переварит. Вот если у меня такой ученик, мне нужен такой ученик, а он сам себе нужен, он не нужен никому. Человек, который хорошо решает тесты, не нужен никому, потому что эту работу отлично делает искусственный интеллект. Для этого человек не нужен вообще. А какой человек нужен? А тот, который понимает. А тогда еще Капица Сергея Петровича, с которым я была счастлива быть хорошо знакомой, в передачах у него была, и коньяк с ним пила, вот не для детей, вам говорю. Да, ну, короче говоря, знала его хорошо. Он говорил, нужно переходить от образования запоминания к образованию понимания. Абсолютно в самую точку. Мне для чего помнить таблицу логарифма? Для чего мне этот маразм? Объясните. Он же не нужен никому. Хорошо, а если я задаю вопрос. Вот этот человек, который все тесты по любому предмету, я думаю, вы как преподающие, встречаетесь время от времени с такими субъектами. Ему вообще все равно, что сдавать. Он тебе и металлургию сдаст, и историю средних веков, и музыкальную литературу. Потому что у него так голова работает. Он просто перемалывает, как мясорубка. Или блендер там, понимаете? Он перемалывает любую информацию. А он понимает то, что он перемаловал. Вопрос с очень неизвестным ответом. Компьютеры, суперкомпьютеры, которые работают с big data. Вот о чем сейчас это, так сказать, мировой фурор. Что они перерабатывают немыслимое количество текстов, в которые, разумеется, никакой человек, и даже группа людей не в состоянии переработать. Делают из этого выводы, классифицируют. Вообще красота и благодать. А они понимают, что они делают? Из того, что они правильно сделали. Следует, что они понимают? Это вы не думаете, что я вам дам ответ. Я просто хочу, чтобы вы об этом задумались. Вот понимание, вот что важно эта вещь. Поэтому ребенок, когда он задает вопрос, меня тут моя внучка изводила, взрослая, очень способная, способнее меня в сто раз. Почему ты утверждаешь, что мысль нематериальна? Я ей говорю, потому что так считает вся наука Земли. Она говорит, и что? Вот это удар, понимаете? Это удар. Из того, что наука Земли не знает другого ответа, не следует, что его нет. Поэтому как раз вот для таких вопросов и для таких дискуссий нужен учитель. Для этого, а не для того, чтобы сказать, вот это стул, на нем сидят там, вот это стол, за ним едят. Это вот он не нужен вообще. И того, чтобы вам голову не морочить. Сейчас все очень боятся чего? Что искусственный интеллект придет и сметет всех учителей. Такие мнения есть. Они произносятся даже на довольно высоком уровне. И я очень сочувствую Германосичу Грефу, в частности, которого в этом и обвиняют. Дело в том, что я с ним разговаривала непосредственно. Он этого никогда не говорил. Он говорит другую вещь. И на самом деле я ему посылаю привет. Он говорит другую вещь. Искусственный интеллект должен избавить учителя от той работы, которая съедает его всего. Искусственный интеллект должен взять на себя всю бюрократию с этими идиотскими бумагами, от которых, ну, кроме несчастья, нет ничего. Мы же все понимаем, что мы друг другу голову морочим. Согласитесь. Все это должна делать машина. Более того, машина может делать и еще кое-что уже даже из нашей профессиональной, или точнее, из вашей профессиональной сферы. Если у вас есть тесты, почему вы должны тратить десятки часов, если не сказать сотни и тысячи часов, на проверку этих тестов? Вот эти тесты-то, пускай он и проверяет этот монстр железный, разве нет? Но из этого не следует, что учитель не нужен. Из этого следует абсолютно другое, а именно, учитель должен быть возрожден в своей непосредственной изначальной роли. учитель – это тот, кто учит с большой буквы, не натаскивает, как собаку Павлова там. Если не сделал, то током, а если сделал, то вот тебе конфета. Вот этого учитель должен не делать как раз. Он должен быть наставником, он должен быть помощником. Он должен быть, если уж так повезет, он должен быть доверенным лицом. Вот поставьте себя в положение ребенка сейчас. Во-первых, ему осточертили родители, братья, сестры, тетки, дедья и все, которые в этой квартире уже год. Понимаете? Не у всех виллы, скажем прямо, да? Все всем надоели. Взаимно. Ну, чего лукавить? Я не знаю, куда транслируется то, что я говорю, но мне, честно говоря, все равно. Поэтому, и теперь представьте, куда ему деться. Понимаете? Замордованный учитель, к учителю он пойти не может, потому что он рискует. Если он идет к учителю, какой-нибудь дурацкий вопрос, типа того, который я вот уже в кавычках дурацкий, задает учителю, он говорит, ты тупица вообще безмозглый, и давай иди учи таблицу умножения, потом поговорим. Значит, к учителю он пойти не может, потому что он боится. И он заранее знает, что это негативные последствия. Я специально беру, я догадываюсь, что вы мне скажете, что не все учителя звери, и не все они глупые. Ну, вы же понимаете, что я этого не имела в виду. Вот, но ребенок в школу боится, к родителям он боится еще больше, потому что родители говорят, знаешь что, вот тебя в школу отдали, вот пусть тебя там и учат. Ты ко мне, главное, не приближайся. Ты не видишь разве, как я страшно занят. И что он после этого делает? Он берет свой гаджет, да? Значит, ребенку отдает один гаджет и ругается, что тот с ним слишком тесные связи включился. А сам в это время он, что вы полагаете, к яркой горе читает? Он в это время в своем гаджете играет в идиотскую игру. И ребенок это знает. Итого, бабушки с дедушками вообще думают, скорее бы этот мир покинуть. Родители думают, господи, нарожали этих детей вообще. Что там с этим делать? Учителя думают, да вообще гори оно огнем. Буду сидеть, вышивать платочки, и эти платочки на Сотбис будут продавать потом за миллионы. Ну, я специально в такой форме игривой это все говорю. Понимаете? Значит, нужна помощь детям, реальная помощь. Детям, реальная помощь. Учителям, честно говоря, я вообще не понимаю, как вы это выдерживаете. У вас просто немыслимая роль. Потому что вы находитесь на передовом крае знакомства человечества с другим типом цивилизации. Вот что вы сейчас делаете. Человечество перешло в другой мир. Мы прилетели на другую планету. Все. Корабль разбился, обратно никто не прилетит. Это точно. Это факт. Уж вы мне поверьте. Значит, надо как-то приспосабливаться и жить. И вы оказываетесь теми людьми, которые в первую очередь принимаете этот удар. Как вам вообще выдержать? Как вы выдерживаете сами? Нужна помощь вам, как психологическая, так и профессиональная. А как преподавать? Если не говорящая голова, то что? Что? Тогда должно быть. Все эти институты педагогические, которые учителей готовят, они имеют ответ? Конечно, нет. Разумеется, нет. Потому что они сами только что столкнулись с этим. Между тем, у них сверхважная задача. Они должны придумать, как должны выглядеть эти уроки, в которых есть огромное количество плюсов. А именно, зачем я буду рассказывать про итальянскую живопись, когда я включу фильм из галереи Уфиции, и лучшие из специалистов это расскажут. Причем лучшие из тех, которые это умеют рассказывать, не профессионалам. Двойная задача, оказывается. А именно, а чем займутся учителя, если все онлайн-курсы лучшие, мировые, включатся? Вы понимаете? Здесь загадка, загадка на загадке. Почему я и говорю? Это требует очень серьезной научной работы, чтобы придумать, как это организовать. Учителям нужно помочь для того, чтобы они умом не тронулись, для того, чтобы у них выдержали нервы, и встреча с необыкновенной ситуацией. Такая же помощь требуется родителям, которым... А вообще, куда им деваться? На Марс, что ли, лететь? Вот им куда от этого деться? То есть психологи, профессиональные, когнитивные психологи, они должны начать учить тому, что в моей науке называются метакогнитивные навыки. Как справляться со стрессом? Как улучшить внимание, чтобы... Ну, вы же, как учителя, знаете, какое количество детей с нарушениями внимания, с гиперактивностью и так далее. А что с этим делать-то? Мы констатировать-то можем, а делать с этим что? Значит, учителя должны знать, к кому они могут обратиться. Учителя должны знать, повторяю, свою роль для того, чтобы не вставать в идиотическую конкуренцию с лучшими онлайн-курсами, подготовленными интеллектуальной элитой в лучших университетах мира. С ними конкурировать нельзя. Нельзя. Короче говоря, вот заканчивая свою пламенную речь, я хочу сказать следующее. Студенты хотят... Студенты в широком смысле, то есть и дети, и студенты университетские, они хотят человеческого отношения и эмоций. Это точно. Это абсолютно точно. Они должны знать, если им тяжело, они переругались со всей семьей, им хочется поплакать, они должны прийти к учителю, поплакать. А он не должен им на это сказать, у тебя есть бабушка, и у нее и плачь. Может быть, даже он должен сказать, знаешь что, к какой счастью ты пришел, потому что я сама думаю, с кем бы мне поплакать. Ну, это я, так сказать, почти розыгрыш из этого сейчас устроила в этой своей речи. Но на самом деле я вполне серьезна. Они должны понимать, что это живое, что это не то, что они попали в какой-то мир, а все остальные вообще весело живут, и проблем у них нет, ведь это же не так. И, конечно, огромную роль сейчас педагогическая наука должна играть. Она должна довольно быстро мобилизоваться и давать просто практические советы. Как должен выглядеть урок? Какую часть в этом уроке будут занимать, скажем, фильмы? Нужно ли там вообще какое-нибудь объяснение? Или наоборот, за три дня до урока дети должны получить какие-нибудь тексты или еще что-нибудь, или там фильм какой-нибудь, и сказать, вот вы это посмотрите, а потом мы это будем обсуждать. Ну, зачем сидеть вместе и смотреть то, что они могут и так сделать? Так ведь? Понимаете? Или когда... Я уже несколько раз приводила примеры, я когда на первый курс поступила на филфак Петербургского университета, конкурс был, 30 человек на место, 30. Значит, я туда поступила, прихожу на первое же занятие, как сейчас помню, английская филология называлась, выходит дама, не буду называть, разумеется, ее имени, она была очень милый человек, но очень глупый. Она выходит, у нее желтая книжечка такая, как сейчас помню, вот такой толщины, она ее открывает и начинает ее читать на лекции. Я подумала, кто-то из нас ненормальный, потому что, если я не умею читать, то как я прошла конкурс 30 человек на место, расскажите мне. Если я умею читать, то она мне зачем это читает? Я могу лежа дома все это прочесть. Понимаете? Это же безумная ситуация. Вот их мы должны избежать. Ребенок научился читать? Пусть читает. Не научился? Значит, нужно думать, как его научить, учитывая огромное количество проблем с дислексиками, дисграфиками, но это вообще другая тема. И, кстати, из них довольно большой процент очень способных людей, которые волей неподготовленности учителей попадают сразу в двоечники, потому что они А на О все время меняют или наоборот. Но это здесь уже ни при чем. Но это другая тема. В общем, короче говоря, дорогие преподаватели и учителя, я вам желаю мужества, силы духа, не падать в уныние, куда нас тащит почти каждое утро. Вот. И давайте друг другу помогать. Для мозга, да, это другой тип работы. Вот то, что сейчас вот эти дистанционные вещи, это другой тип работы. Мы к этому не привыкли. Никакая эволюция нас не готовила к тому, чтобы сидеть и смотреть в эти окошки, в которые я сейчас смотрю. Мозг не готов к этому. Особенно, если речь идет об интеллектуальной среде. Не игрушки, понимаете, когда мышка попалась к кошке там. Мы же не про это говорим, мы говорим про серьезные вещи. Так что, да, это перестройка нейронной сети. Да, нужно выяснить процент участия зрительных зон коры и слуховых зон коры. Отсутствие эмоций или, наоборот, постоянная негативная эмоция. То есть этот мир, в который мы сейчас все попали, он требует работы. В данный момент, я говорю про работу ученых, разного профиля ученых. Разумеется, педагогов, но не буду по кругу ходить, уже сказали, но и мозговиков. Мы знаем, что наиболее эффективно мозг работает не тогда, когда он работает, как чумовой, а когда как раз создается впечатление, что он лентяй и мерзавец. Этот человек, который лежит на диване и поплевывает. Именно в это время он сделает открытие. Поэтому, как учителя, так и сами ученики, они должны в том числе и кое-что знать про то, как функционирует мозг у детей, у подростков, у взрослых, в каком возрасте, что бывает. А также, что есть люди очень быстрые, но бессмысленные, а есть люди очень медленные, но необыкновенно талантливые. Поэтому и учителя об этом должны знать. Они не должны хватать того, кто тащит за собой мешок с пятерками. Вот мне этот человек вообще не интересен. У меня он в сумке лежит, компьютер называется. Мне интересен тот, по которому я вижу, что он умен. Мы же видим такие вещи. У него на лице написано, что он умен, но почему-то у него больше тройки не бывает. Двойки и тройки. Это должно вызывать большую тревогу. Потому что если он тупится, то вопросов нет никаких. А я вижу, что он, а почему он это делает? А вообще, как ему удалось получить эту двойку, это отдельная работа. Он просто ее вообще не мог бы получить никогда по его интеллекту. Значит, он делает какую-то другую вещь. И, возможно, судьба человечества зависит от его двойки. Именно потому, что он двойку получил, нужно задать вопрос, как это вышло, что здесь произошло. Я не знаю, я вас увела в какую-то совсем другую сторону. Я призываю, короче говоря, нас к вниманию, к снисхождению, к коллегам, родственникам, и особенно детям беззащитным. Вот. И надеюсь, что нам удастся как-то к этой жизни привыкнуть. Иллюзий на тему того, что это временно, а потом будет иначе, иллюзий ни у кого быть не должно. Пути назад нет. Может процент измениться. Понимаете? Кое-что все-таки будет происходить так, как раньше. Целиком не поменяется. С этим согласны все в мире. Понимаете? Мы должны смириться с этим. Вот теперь так. Спасибо. Я, мне кажется, заморочила вам голову. Я вижу, правда, только четверых, но один из них я, так что троих. Вот. Но я вам желаю успеха. Мне еще сегодня предстоит два зума. И один уже был до вас. Это я к вопросу современной жизни. Выглядит она так. Если у вас есть вопросы, а у меня на них есть ответы, то я готова. И если есть время, я не знаю, как у вас там. Ну, кто-то ведет, наверное, поэтому отзовется. Да-да, Татьяна Владимировна. Есть время, есть комментарий. Дело в том, что у нас идет трансляция на YouTube. Я в то время, пока вы говорили, я старался, по крайней мере, выжимки, пусть не на 100%, но то, что вы говорили, писать по-английски для наших международных участников. Я ведь быстро говорю, так что вам плохо. Ничего, я какую-то часть успел, а потом мы сделаем транскрипт и выложим, прикрепим к записи уже полное ваше выступление, чтобы, не дай бог, не создать у кого-то ложного впечатления или как-то не так передать стиль, который имеет не меньшее значение, чем содержание. Я, с вашего позволения, прочитаю вам комментарии, которые успевали люди писать во время. А можно я вас прерву на одну секунду? Это к вопросу о фидбеке. Мне недавно мои бывшие ученики, которые уже, одна из них уже доктор наука, а другие там кандидаты и скоро будут докторами, они мне говорят, а знаете, две вдруг из них прокололись в этом году. А вы знаете, почему мы стали наукой заниматься? Потому что у вас каждый раз на каждом занятии были новые серии. Понимаете, последнее, что мне в голову приходило в жизни, это думать про эти серьги. А они, оказывается, они все время это, а теперь что будет, теперь что, ты никогда не знаешь, на что ты поймаешь этих людей, понимаете? Они попались в серьезную науку из-за каких-то серег там. Вообще, даже смех сказать. Это я про фидбек, понимаете? Что вот это вот такое веселое, игривое такое, бурлескное времяпрепровождение, оно свое дело делает. Из окошек что-то не очень это несется. Все, молчу. Я, с вашего позволения, прочитаю комментарии. Может быть, вы решите как раз дать фидбэк по поводу каких-то из них. Один из комментариев, что во время пандемии и всех этих самоизоляций возник огромный разрыв между обучением и воспитанием. Это один из комментариев. Коллеги пишут также, что учителя находятся на передней линии фронта, потому что позволяют человечеству знакомиться с новой цивилизацией. Еще коллеги пишут, такой деликатный вопрос, если можно. Не считаете ли вы, что при возрождении первоначальной роли учителя настоящей роли, мы можем прийти к выводу в какой-то момент, что очень немногие учителя способны соответствовать тем стандартам, которые сейчас существуют? Можно отвечать уже? Или нет? Да, а потом я следующий прочитаю. Хорошо, я с конца начну. Да, именно так и будет. Окажется, что большое количество учителей не годятся для этой роли. Да, это так. Ну, а что же делать? Понимаете, я же не иду в ласкало и не говорю, возьмите меня, я у вас буду петь, потому что я не умею петь. Правильно? Если я поступаю в хореографическое училище, я должна годиться для хореографического училища. Ну, так или не так? Роль учителя сильнее всех этих вышеперечисленных. Да, есть те, которые не могут. Да, я уверена, что как учителей, так и врачей будущих надо не по тестам брать, а разговаривать с ними. Вот тех, кого принимают учиться, с ними надо говорить. И может оказаться, что это человек, которому ни в коем случае в эту профессию идти нельзя, потому что он за свою активную работу съест там человек 600. Они могли бы быть счастливы и веселы, эти дети, если бы они ему не попались. Ну, согласитесь, я цинично отвечаю. Да, это может получиться. Ну и что? Как во всех специальностях, в серьезных. Потому что те специальности, где надо просто пальцем тыкать на кнопочку, их не будет скоро, их не будет в течение трех лет. Понимаете? Вот это-то как раз все будет делать искусственный интеллект. Мы же не об этом говорим, мы говорим о серьезных вещах. А в серьезных вещах, да, нужны способности. И теперь, что у вас первое что-то было начало сначала. А что-то ведь вы говорили еще. А я сейчас еще раз прочитаю. Коллеги пишут, не считаете ли вы, что при возрождении первоначальной роли учителя настоящей роли мы можем Да, это я поняла, я ответила, да. Да, что такая роль, что немногие способны соответствовать тем стандартам. что может быть не немногие, но будет довольно много тех, которые не соответствуют. Вот так вот. Вот это да. Но есть ведь и другие опасности. Понимаете, если сейчас есть онлайн-курсы, которые подготовлены звездами. Вот. И мы не можем иметь специалиста по итальянскому возрождению в каждой деревне. Но это же дураку понятно, что этого не может быть. Правильно? Значит, да, но спасибо дистанционным всем вещам. И это правда. У нас есть возможность войти в любую галерею мира, в любой театр мира, смотреть любые фильмы про то, как там в подводном мире, я не знаю, каракатицы с осьминогами сражаются. Там, понимаете, то, чего не было в помине, огромные ресурсы. Но с ними надо уметь работать. Это, если моя роль заключается в том, чтобы я сказала, здравствуйте, дети, сейчас я вам включу фильм, тогда я действительно не нужна. В общем, это вызов. Да, это вызов педагогической науке и вызов отдельным личностям. Это правда. Так и есть. Да. Я с вашим позвонком два комментария заключительных тогда прочитаю, потому что были некоторые вопросы, но вы уже на них ответили в ходе ваших объяснений, ответов на предыдущий вопрос. Один из комментариев от участника, если я правильно помню, из Перу. Я сразу на русском его скажу. Человек пишет, что, уважаемая Ниссия Статьяна, нам нужна ваша системность и мудрость мышления о нас, учителях и об образовательном процессе, особенно в той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Вы нужны нам, учителям. Это один комментарий. Ох, красота! А вот пускай эта зараза улетает к себе в преисподнюю, откуда и прилетела. Вот. И тогда откроются границы и можно будет смотреть, как преподают в Перу. пока что, мы же видим. Еще один комментарий, это уже из России, коллега пишет, Елена Рябикина. Низкий вам поклон, я с вами очень солидарна, мы люди, и нам нужна любовь, и тот лучик света, который мы несем в сердца наших детей. И ведь это правда, вы знаете, я сама от такого рода слов еще недавно, я думала, боже, ну вообще, что это, ну это все давно известно всем, насколько можно про это говорить. Но если вот освободиться от как бы предыдущих знаний и всего этого и отнестись к этому как к свежей вещи, ведь это правда так. Мне не интересен человек, который знает, какой день недели был 16 ноября 1243 года в Норвегии. Мне не нужен этот человек. Зачем он мне? А мне нужен человек, с которым я могу поговорить и чтобы меня отпустило. Так ведь? Жизнь трудная. Сейчас что творится? Ужас. Нам нужно иметь к кому пойти. Так ведь? Ну согласитесь, я попросту говорю. А детям несчастным? Вообще деться некуда. Но хуже всех учителям. Ну вот врачи это уже даже нечего обсуждать. Вот. Но учителям, они же атаку имеют со всех сторон на себя. С одной стороны эти монстры их начальники, которые их заваливают там тоннами бумаг, которые нужно заполнить. С другой стороны родители, которые говорят вы не умеете учить, я вам отдал ребенка, вот и учите его этого ребенка. Ну и так далее. Весь набор. Тяжелая жизнь. Я вообще не понимаю, как вы выдерживаете. Я уже даже в каких-то лекциях говорила, что у меня был момент, когда мне все страшно осточертело, я думаю, ну к черту эту науку и вообще все это. Пойду учить маленьких детей в школу. У меня была такая идиотская мысль. Вот. Но когда я с ней немножко пообвыклась, то я поняла, что я боюсь, что я не могу войти в класс. Потому что я не знаю, это не то, что войти в аудиторию, где студенты. Я привыкла на огромной аудитории выступать, мне этим вообще не возьмешь. Я не боюсь никакого размера зала и никаких вопросов. Но это другая история. Ты входишь, там они маленькие такие сидят. Из них двое Эйнштейнов, трое Гитлеров, четвертые серийные убийцы, а пять церра импрессионистов. А еще шестой и седьмой великие философы. Остальные бездари. Что предлагаете делать с таким классом? Что с ними делать? Вот вы как-то научились, а я подумала, думаю, я просто не смогу, я боюсь их, я не смогу с ними справиться. Поэтому, в общем, тяжелая у вас жизнь, но от вас зависит, будет ли человечество вообще. Я надеюсь, вы это понимаете. У нас есть угроза исчезновения нашего биологического вида. Это я вам говорю. Уже как нейрофизиолог, потому что у меня две, как минимум две специальности. У нас есть огромный шанс вообще исчезнуть. Сколько видов исчезло с земли? Счета им нет. А мы еще сами подбавляем этого всего. Как ненормальные, себя ведем как умственно отсталые. Как будто нам есть куда переехать, например. Знаете, как кочевники, здесь все испортили, сожгли, земля испорчена, все покрыто какой-то дрянью, переезжаем в другое место. Куда собрались переезжать, хотела бы я узнать. Как называется это место? Его нет ведь. Более того, и не будет, несмотря на происки Илона Маска, который уже, вы же видели, он уже же этот чип в свинью засунул, и силой мысли ею управляют. Но слышали вы это или нет, я не знаю, а я не только слышала, но и видела. Уже в обезьяну этот чип вставлен, и ее мозгом идет управление. Вы понимаете, какой следующий шаг, нет? В общем, напугало всех. Но это я так, для веселья. Хорошо, я вам желаю всего хорошего. Спасибо огромное, Татьяна Владимировна, большое спасибо. Я не знаю, чего вы от меня ждали, честно говоря, но я, глядя на тех троих, кого я могу видеть, я почему-то решила так говорить. Спасибо большое. Спасибо огромное за то, что вы нашли время в вашем огромном занятом расписании. Да, у меня ужас. И мы счастливы, что столько людей из разных стран, у нас из пяти стран выступающие, и где-то из восьми стран слушают нас и смотрят на YouTube. Мы счастливы, что столько людей смогли услышать и потом прочитают еще и перевод. А вы знаете, я вас тогда попрошу, вы мне пришлите, пожалуйста, ссылку на вот это все мероприятие, не на Zoom, а на саму эту конференцию. Я тогда размещу на сайте Петербургского университета, и там огромная аудитория, вам будет только польза от этого. Обязательно. Если вы не возражаете, мне это абсолютно незачем. Я сегодня вечером пришлю на огромное спасибо. Ну, или когда там, когда сможете, тогда пришлете. Это сразу пойдет в оборот. Спасибо огромное. Спасибо. Счастливо вам, всего хорошего. Я тогда выхожу, найду сейчас красную штучку, на которой будет написано выйти и выйду. Спасибо вам, счастливо, всего вам хорошего, до свидания. Успеха всякого. Спасибо. Счастливо. Пока. Спасибо.